Зураб Давидович, скажите, пожалуйста, в чем заключается взаимодействие Российской Академии Наук и Российской Академии Художеств? Сотрудничество двух Академий заключается в том, что когда зарождалась сама идея создания Академии Петром Великим, это была Академия Яшных Искусств и Наук. То есть это было такое объединение Академии Наук сегодня это отдельная Академия, Академия Художеств России это отдельная, но по сути создания в свое время как одного единого организма, вот сегодня это сотрудничество. К празднованию готовится много проектов, которые должны были, должны создать Академию Наук, технопарк, определенные какие-то научные выставки. И здесь без творчества, без художества, руководителя, без архитектуры, я думаю, что Академии Наук нужны помощники в плане вот тех людей, которые искусством занимаются. Вот здесь конкретно вот это, что сегодня подписано, это и включает в себя сотрудничество в рамках празднования, создание общей такой площадки для обозрения, для осмотра теми людьми, которые будут вместе и праздновать. Здесь, конечно, торжества будут совместные, потому что, конечно, все равно основной юбилей, это юбилей Российской Академии Наук, ну как здесь было много рассказано, действительно тот самый указ Петра, то есть о создании Академии Художеств и Наук, ну когда-то можно было предположить, что художество здесь это еще и, так сказать, фиксация изобразительное визуальное научных исследований, и это вот как бы одно перетекающее в другое. Ну сегодня это настолько широко, и действительно это такой глобальный синтез. У нас очень давно очень плотное такое активное сотрудничество с Российской Академией Наук и в плане выставочного, и в плане научных конференций, форумов, таких различного рода интеграционных мероприятий, в котором участвуют и художники, и ученые. И, собственно, у нас практически ежегодно подобные мероприятия проходят, но, конечно, юбилей позволяет нам аккумулировать силы, предположить, что мы сделаем целый ряд вот таких вот совместных мероприятий, обязательно выставочных, обязательно научных, и вот возможно, как здесь наши президенты уже сказали, и таких творческих проектов, потому что такое взаимное вдохновение, но действительно художники вдохновляются и образами ученых, и их исследованиями, и вот планов очень много, но все секреты сегодня не раскрывают, более того, еще, так сказать, большой период впереди, который позволит составить уже такой конкретный план. Но мы надеемся, что, как это было в прошлые годы, мы делали большие международные мероприятия, конференции вместе с выставками, где показывали замечательных ученых, которые очень часто, очень талантливые художники, фотографы, и то же самое, так сказать, больших ученых наших, искусствоведов и философов, которые одновременно, так сказать, являются художниками. И вот этот момент синтеза, вот этот момент единства действительно разных наук, которые объединяет природу человека, вот это, наверное, будет главной такой темой для нас, для исследований, для творчества. Думаю, будет создана рабочая группа двух академий для создания такого технического задания, в чем это все будет заключаться, какие тематические веставки, да, какие-то, может быть, условно говоря, кроме веставок можно разные там мероприятия. Вот это все будет сделано, создана эта рабочая группа, и, наверное, уже по результатам там уже будет видно. Так как еще есть время празднования, оно проходит через несколько лет. Продолжение следует...